Восточная шкатулка 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 А вот так вот вопрос хороший, который мы себе должны задать, а территории вообще чьи? Вот я уже сказал, что этот долгий территориальный спор между Индией и Китаем, он не имеет никакого позитивного решения вообще. — Простите, Алексей Александрович, а сейчас принято же искать корни своих территорий в средних веках каких-нибудь, а вот там 300 лет назад это была исконно, например, индийская земля. — Там же были британцы, все равно, так или иначе, они какую-то линию проводили, хоть как-то было обозначено, почему Индия считает это своим, потому что там располагалось какое-то индийское княжество, например, или потому что там британцы провели линию, которая отсекала их владение от китайских? — Вообще-то я напомню, что границы как таковые, то, как мы их понимаем, они начали образовываться только в 17 веке, а именно в Азии, и то с большими сложностями, потому что граница, как мы сейчас ее понимаем, это территория, которая, так скажем так, ограничена решением какого-то договора, то есть должны войти отношения в договор. Между Индиями и Китаями никакого договора не было. Я напомню, что даже российско-китайская граница, тогда русско-китайская, она начинается с Мерчинского договора, это 17 век, и до этого никаких договоров не было, поэтому говорить сейчас какая-то территория невозможно. — Британцы приходят, абсолютно правильно вы сказали, в Индию, и начинают, не понимая там всех сложностей и тонкостей, начинают сами проводить территориальное разграничение. И проводят так, как им это было удобно. На самом деле никто тогда и не думал, не предполагал, что это приведет к задерждому конфликту на многие-многие десятилетия. Там располагались ряд царств, высокогородных царств, в основном названия небольших поселений, которые индийцы считали своими. Но китайцы никогда их, судя по всему, своими не считали, но по цинской политике, то есть по политике империи Цин, эти территории входили в то, что называется, в сферу внимания китайского императора. То есть это, считай, китайский император сам, посмотрев куда-то за горизонт, решил, что там простираются его территории. Индийцы не видели этого взора китайского императора, собственно говоря, из-за чего и прошел этот конфликт. Никаких договоренностей по поводу того, как отрегулировать эти границы между Китаем и Индией не было и быть не может. Я напомню, что Индия и Китай сотрудничают в ШОС, сотрудничают в БРИКС. То есть это территориальный конфликт между двумя государствами, которые, как минимум, связаны большими связями, сотрудничают в крупных международных организациях. Как минимум в двух, на самом деле в большем. Это то, что касается Индии. По Тайваню мы много раз говорили. Интереснее всего, конечно, российская история. Потому что она, на мой взгляд, очень серьезно, специально запутана. И запутана она и Россией, и Китаем. И вот здесь, как раз, может быть, и имеет смысл чуть подробнее об этом поговорить. Об этих даже не территориальных споров, а о том, что сейчас происходит. Во-первых, откуда все это пошло? Я напомню, что мы много раз об этом говорили. Это итоги очень неприятных опиумных войн для Китая. Но самое главное, Россия и Китай долгое время как бы перетягивали канат из одной территории на другую. То, что мы называем сегодня остров Малый Уссурийский, Большой Уссурийский, Тарабарово острова, это вопросы, которые были связаны с тем, что когда-то здесь, на этой территории, располагалось большое владение китайское, которое и называлось Манчжурией. Манчжурия, которые потом стали правителями Китая, правили в Китае до 1911 года. Когда-то первый договор мы провели с китайцами в 1689 году, так называемый Нерчинский договор. И тогда именно это было военное превосходство Китая в тот момент. И московское государство отказалось тогда от Преамурья, крепости Албазин, которая была срыта. Это Нерчинск, который не был срыт. И в 1689 год начало официальных, назовем так, дипломатических отношений России и Китая. И те территории, которые сегодня считаются российскими, они тогда по тому договору были китайскими. Но время шло, и Россия и Китай уже с заметным преимуществом России заключают один за другим два других договора. В 1858 году Айгунский договор и, наконец, в 1860 году, так называемый Пекинский договор или Пекинский трактат. И вот здесь, внимание, вот по этим документам, весь левый берег реки Амура, от реки Аргунь до устья реки, отходили к России. И устьярийский край признавался общим владением вплоть до определения границы. Те территории, которые находились, по сути дела, по реке Амур, они в основном отходили к России. Китай сообщил, что эти договоры неравноправные, что они были навязаны китайскому руководству в очень болезненный момент для него, когда Китай проигрывал полностью, и в этом плане ничего поделать он не мог. Слово неравноправный договор используется в основном китайцами, потому что, конечно, мы могли бы сказать, что и первый нерчинский договор, когда Россия была явно слабее Китая, точнее, российские русские войска, было недостаточно на этой территории, и Россия проиграла, но это тоже такой неравноправный договор. Но в любом случае Китай именно так и говорит об этом. В 1991 году мы подписываем соглашение о советско-китайской границе, ее восточной части. И в 1992 году вот этот договор уже после того, как Советский Союз перестал существовать, он вступает в силу. И Россия и Китай продолжают демаркировать границу для того, чтобы избежать всех территориальных споров и урегулировать. Вот именно тогда Россия передает Китаю официально остров Даманский, остров Тарабаров, часть территории острова Большой и западную часть острова Большой Уссурийский остров. Было много споров тогда, я это хорошо помню, причем я очень косвенно, поскольку был тогда совсем молодым, но участвовал в некоторых там событиях, в обсуждениях, но острова, в чем был спор, острова находились непосредственно, ну и находятся непосредственно близко от Хабаровска, и имели стратегическое значение, там располагались наши пограничные базы, но тогда Россия пошла на уступку, и это позволило нам демаркировать восточную часть российско-китайской границы, ну и самое главное, полностью определило прохождение ее западной части с республикой Алтай. То есть, проще говоря, мы, уступив часть территории, при этом заметно улучшили климат отношений с Китаем. И вот это как раз, когда мы сейчас говорим о том, как мы наращиваем торговлю, как все растет, вот это во многом определило тогдашней уступкой. Я вот с позиции сегодняшнего дня, конечно, все это кажется, возможно, кому-то неправильным, возможно, не очень хорошим, но, честно говоря, это все хорошо рассуждать с сегодняшней позиции. А вспомните 91-й год, когда абсолютный крах советской, ну потом уже российской экономики, потом начинаются проблемы с обеспечением российского Дальнего Востока, и нам очень нужны товары, а у нас тут граница не демаркирована. И когда было подписано это соглашение, открывается большой канал по торговле между Россией и Китаем. И вот именно тогда, вот с этой точки зрения, мы начинаем понимать, что не так все просто в этой политике. Очень много было потом публикаций о том, что Россия торгует своими землями. Довольно много было публикаций абсолютно негативных. Но тогда, честно говоря, я думаю, в 90-е годы было совсем не до этого, потому что Россия решала другие проблемы. Алексей Александрович, вопрос ведь не в том, что происходило в 90-е годы. Потому что после 90-х годов действительно были межгосударственные соглашения, демаркация границы. Граница прошла по перпендикулярной линии этого самого большого уссурийского. Он официально вошел в городскую черту Хабаровска. В 13-м году построили капитальный мост. Там какой-то колхоз Заря, значит, организован. Уж не знаю, действует или нет, но он действует. Там какая-то часовня, там в конце концов построено довольно большое сооружение пограничников Китайской Народной Республики. Вот ровно посередине этого самого острова. И китайцы туда активно приезжают и получают сертификаты о том, что они посетили самую восточную точку Китайской Народной Республики. Я же спрашиваю, собственно, исходя из чего. Если кому-то интересно мое личное мнение. Ради бога, можно раздать любые совершенно территории, но тогда это все равно в результате переговоров, подписи с двух сторон и официальное решение совершенно парламентов и той и другой страны, например. Ну и в наших условиях достаточно одного президента. Но все равно должно быть сначала вот это вот, а потом карты. И, опять же, меня могут обвинить сейчас слушатели в том, что я готов разбрасываться российскими землями, но это не я решаю. Я, собственно, не буду, я не выйду на улицу протестовать, смогу я сообщить нашей аудитории. Если половина острова Большой и Сурийский действительно отдали Китаю на, ну там, законных основаниях, вот на основе этих самых договоров между двумя государствами. Но чтобы вот так вот просто взять и закрасить чужую территорию своим цветом, я понимаю индийцев. Индийцы тут же выставят, тут же протест дипломатический. Хотя бы. Мне тоже хочется. Значит, тут, на самом деле, три части вопроса. Значит, Китаю по договору у нас досталось западночать Большого Узсурийского острова. Это как раз она вошла в провинции Холунзян. То, что Китай считает полностью своею, я считаю, это абсолютно неправильная история. Я думаю, то, что мы молчим. Как Китай считает, это его дело. Он может считать и Луну своей. Но этого делать было нельзя. Действительно, у нас там был и есть, точнее, формально существует колхоз Заря. По-моему, животноводческий, если не ошибаюсь. И все было нормально. Мы должны были даже развивать на Большом Узсурийском круизный кластер, возить туда людей и развивать путешествия именно по морю. Так что здесь это все у нас было, все нормально. Но нужно ли заявлять протест? Думаю, что да. Нужно ли это делать громко? Думаю, что нет. Нет, потому что с Китаем лучше нам не нарушать сейчас балансов. Потому что надо понимать, да, карты в Китае проходят утверждения. Это не какая-то типография взяла и напечатала. Такого быть не может. Но, может быть, вот в данный момент, как мы с вами беседуем, российские дипломаты просто вцепились в горло китайским визави и говорят, что же вы делаете? Зачем вы нарушаете балансы отношений? Это мое личное мнение. Ни в коем случае, так же, как вы, не навязываете свое мнение по поводу отдачи островов. Я бы, честно говоря, еще пошире немножко посмотрел на вопрос. Хорошо, что мы его подняли. Мы очень боимся нарушить какие-то балансы с Китаем сейчас. И, наверное, правильно, потому что это наш самый крупный и самый серьезный партнер. И партнерство это с точки зрения торговли растет. Особенно сейчас растет. Мы все время ругали о том, что Россия не является серьезным торговым партнером Китая. Она по-прежнему не является. Но если раньше, еще года два назад, наше взаимодействие составляло где-то 2,5% в общем торговом балансе с Китаем, сейчас мы уже составляем 3,5%. Казалось бы, всего лишь 1%, но он многого стоит. При этом, например, у Китая идет огромнейшее падение торговли с США. Огромное падение торговли с Японии. Она вообще в коллапс пришла. Главным, кстати говоря, торговым партнером Китая стал АSEAN. Там 13,5% от всего. И в этом плане Россия выдалась вперед. Мы никак не можем, на мой взгляд, найти вот в нынешней ситуации некого баланса этих отношений. Потому что, ну, все новое и для нас, и для России. Совсем новая ситуация. Китай тоже пытается прощупать сейчас Россию на прочность. И нам не надо бояться по некоторым вопросам выступать с очень принципиальных позиций. Вот обратите внимание. Нет, давайте здесь вот закончим. Мы паузу хотя бы сделаем. У нас новая продолжение программы. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Постоянный автор ведущей программы «Восточная шкатулка». На связи со студией Вести ФМ. Алексей Александрович, должен вам сказать, что аудитория не воодушевилась моим порывом защитить землю русскую в Хабаровском крае. Другие участки территории волнуют больше. Гораздо наша аудитория даже во время программы «Восточная шкатулка». Поэтому давайте сменим тему. Давайте немножко разомнемся, чтобы люди немножко отдохнули от ужасов территориальных споров. Начнем с простого. Я тут совсем недавно открыл такую газету, как «Телеграф». Ну, в смысле, публикация. И прочитал очень интересное это сообщение, которое написал некий Томас Зурбухин. Может, Зурбухин. В любом случае, это был бывший директор НАСА. Он написал большую статью о том, что, в общем, НЛО существует. Но это как раз не самое главное. Самое главное, то, что он говорит, что в НЛО виноваты не какие-то маленькие зеленые человечки, а китайцы. И да, вот да. Вот я долго ждал, когда мы подойдем именно к этому обвинению китайцам. В общем, то, что они все время запускали какие-то неопознанные летающие объекты, они, естественно, связаны с недружественными передовыми технологиями. И он сообщил, что, скорее всего, за этим стоят, как бы я помягче пытаюсь подобрать термин, не очень приятные люди из Китая. И надо это все называть неопознанные аномальные явления. И они являются частью испытания китайских новых технологий в течение очень многих-многих лет. И сейчас это количество увеличилось. Вот это безумно интересно. Я просто как-то судорожно соображаю, что, по-моему, первые НЛО еще до Второй мировой войны были замечены, что же так... Вот кто там тогда в Китае такие недружественные технологии мог создать? Ну, китайцы уже тогда предполагали, что это будет возможно. Но это к вопросу о том, как вообще сейчас воспринимается Китай. Мы уже говорили, что все, что исходит сейчас плохого, якобы исходит из Китая. Но в этом есть некая, как ни странно, часть правды. Правда совсем с другой стороны. Сейчас в Китае идет очень активное обсуждение, а что, почему вообще Китай так серьезно затормозился. Мы об этом много раз говорили. И может ли самое главное Китай победить в технологической гонке США и другие страны? А это главный момент. И вот в некоторых публикациях сейчас очень тонко припоминают Си Цзиньпину обещание, что 2030 году, то есть уже скоро, Китай должен стать передовой технологической страной. Что Китай должен обладать практически по всем областям самыми передовыми технологиями. От биофармы до полетов в космос, космических станций на Марсе, возможно, на Венере и далее везде. И, судя по всему, этот вопрос волнует и китайское руководство. Что вообще сейчас происходит? С одной стороны, мы видим то, что долгое время именно американцы-то и были донорами многих этих технологий. И случайно, недели две назад, Байден запретил любые венчурные инвестиции в китайские передовые технологии, в китайские стартапы. А зачем тогда американцы вообще инвестировали? Хороший вопрос. Да потому что в Китае все делается быстрее и дешевле. И то, что, как писали те же самые американцы, что то, что в США стоит, грубо говоря, 100 долларов, в Китае будет стоить 30 долларов. И открытие будет то же самое, американцы, но также и китайцы будут все это дело использовать. Оказалось, что китайцы грамотно этим воспользовались и разрабатывали свои технологии. Говорю сейчас американскую версию. Но, оказывается, далеко не все китайцы сумели увезти у американцев. И каждый год в пригороде Пекина, приморский пригород, который называется Байдахэ, где располагаются такие цыковские дома отдыха, собираются разные неформальные партийные и непартийные совещания, где руководство Компартии Китая встречается с разными группами населения. Ну, а также между собой. Это такой разговор по гамбургскому счету. Чего мы достигли, как развиваемся и так далее. И вот в этом году была очень важная встреча как раз с партийным руководством. Говорят, там был сам Си Дин Пин. Почему говорят? Потому что все это держится в таком серьезном секрете. С лидерами китайских новых технологий. 57 ученых и исследователей съехались. И провели неформальные встречи с высшим руководством Компартии Китая. Ну, естественно, вообще об этом рассказывал сам по себе факт встречи. Это не секрет. Было сказано, что они должны внести новый большой вклад в развитие технологий и так далее. Но главное, Си Дин Пин, судя по всему, задавал вопрос, сможет ли китайская наука, передовая наука, внести вклад в решение структурных проблем Китая. Причем как управления, научного управления страной, так и новых технологий. Потому что к 30-му году все проблемы должны быть решены. И это главный момент. Я приведу очень простой пример, чтобы было понятно. Вот, мы знаем, что в России сейчас пришли много китайских электромобилей. Хорошие электромобили, и это не реклама. Вообще, Китай сделал основной упор на электромобили. И если где-то, по-моему, в 2015-2015 году в Китае было всего лишь 5 или 7 производителей электромобилей, сейчас в Китае более 100 производителей. Вот, понимаете, это больше, чем... Это разные компании с десятками заводов. То есть, нам такой масштаб даже и не снился. И... Но тут же возник вопрос. А вот эти вот электромобили, они где будут заряжаться? Где эти зарядки? И Китай говорит, не проблема. Мы профинансируем строительство электрозаправок, электрозарядок. Причем к 30-му году доведем соотношение автомобилей на зарядку. Но, внимание, один к одному. На каждый автомобиль должна быть построена одна зарядная станция. Сейчас Китай выбивается из графика. Там на один автомобиль приходится 2,5 зарядки. А почему? Ну, потому что... Почему это плохо? Ну, потому что они долго зарядки. У меня нервный смех по этому поводу. Да. Они долго заряжаются. Китай изобрел новые системы там очень быстрых зарядок. Но сразу вопрос. А это же затратная история. Разработка всех этих вещей. Строительство зарядных станций. Кто за это платит? Платит за это государство. Это четко вдруг оказалось, что государство оплачивает строительство всех этих зарядных станций, а потом передает в пользование частным компаниям на предмет постепенной самоокупаемости. То есть, государство... Это всего лишь пример того, как государство финансирует подобную инфраструктуру, где есть и наука, и повышение удобства, большое количество роста вот этих автомобилей. Когда мы говорим, за счет чего вообще Китай так быстро растет? А за счет того, что государство постоянно забрасывало деньги в рынок. Свои деньги. Деньги, извлеченные из других объектов. И вот сейчас начинается разрушение о том, а правильно ли мы делаем. Потому что вот эти крупные финансирования крупных проектов, оно должно давать, как сейчас мы видим по высказаниям китайских чиновников, несколько более быстрый эффект, чем предполагалось. И это первое, что начинает говорить китайское руководство, что надо больше и быстрее давать отдачу с государственных денег, вложенных в науку. Си Цзиньпин заговорил, помимо, он говорит у него любимое сейчас выражение, призыв к терпению и стойкости, это нормально. А теперь он начал говорить еще о национальном омоложении. И о национальном омоложении науки и образования. Что, в общем, тонко намекает, что нужно омолаживать кадры, которые просто по-другому мыслят. И я понимаю, почему он так говорит. Потому что ВФБ Китая сейчас по второму кварталу вырос меньше, чем на 1%. По сравнению с предыдущими тремя месяцами. А Китай намечал, что он будет расти на 5%. То есть это гигантские, колоссальные потери. Это просто падение с какой-то горы. И Китай сейчас пытается понять, в чем здесь дело. Где дисбалансы. Кстати говоря, для нас, для России, тоже очень важно понимать будущее Китая. Я имею в виду его научный рост, его рост экономики, рост торговли. И все эти совещания, которые проходят по науке, по технологиям, это крайне важный момент для нас. Который, мне кажется, мы особо не отслеживаем. Но это одна часть проблемы. Теперь второй момент. Как Китай решает эти вопросы? Китай решает вопросы, как всегда, довольно быстро и красиво. Китай в 17 августа, то есть совсем недавно, публикует решение Госсовета КНР о том, что теперь иностранным компаниям, иностранным инвесторам в Китае разрешено делать то, что запрещено было раньше. Нет, не делить на ноль, а делать вещи, которые вообще запрещались всем иностранцам изначально. Ну, например, проводить на территории Китая с использованием, судя по всему, китайских пациентов клинические исследования лекарств. А это долго добивались. Китай поддерживает теперь иностранные компании Биофарма. Добро пожаловать к нам. Теперь иностранные компании могут участвовать в создании своих стандартов, ну, естественно, по согласованию с руководством Китая, на территории Китая. Более того, если вы заработали деньги в Китае, а потом решили, как иностранцы, реинвестировать их в Китай, то есть опять вложил в Китай, то ты освобождаешься от налога на прибыль, если ты иностранец, естественно. А еще принято решение о том, что если ты иностранец, экспат, и работаешь в Китае, то у тебя практически полное освобождение от налога на, то, что называется, НДФЛ, налог на доходы физического лица, лишь бы ты не бежал из Китая. И самое главное, если ты к тому же называешься так называемым техническим, технологическим талантом, то есть, проще говоря, ты специалист в технологиях, то тебе еще государство, помимо того, что ты работаешь на каком-то производстве, предприятии, государство еще гарантирует целый ряд выплат, доплат, льгот, освобождение от арендной платы за служебную квартиру и так далее. То есть, Китай предпринял какие-то колоссальнейшие абсолютно усилия для того, чтобы удержать вот этих вот иностранных специалистов. Вспоминается случай, когда, помните, мы несколько лет назад, Россия поставила себе задачу возвращения российских специалистов в Россию, которые работали в крупнейших западных технологических концернах, университетах и так далее. И им обещали повышенные зарплаты. И все. И я, честно говоря, невозможно, такие были люди, но я не помню, чтобы кто-то вернулся. Потому что масштаб происходящего, масштаб того, что мы хотим сделать, то, что китайцы хотят сделать, он должен быть соизберим с мерами, которые мы предпринимаем. Вот Китай пошел на огромные меры для того, чтобы беспрецедентные, на мой взгляд, разрешив иностранцам делать все, что угодно. Вот сейчас, ну, почти все, что угодно. Я понимаю, что это пока решение госсовета КНР, что оно должно быть уточнено рядом решений. Но сейчас вот самое время брать и идти в Китай, потому что, я имею в виду российским компаниям, по одной простой причине, мы как-то об этом уже рассуждали, в России накапливается большое количество юаней. И девать их, честно говоря, негде и некуда. Мы что-то продаем в Китае, выручаем за это юани, и куда дальше с ними. А идите, покупайте китайские предприятия, как иностранные инвесторы. Вам сейчас такие льготы, которые, к сожалению, даже при всех позитивных подвижках, даже российские власти сейчас не предоставляют. Закрепитесь на территории Китая. Многие говорят, а как же мы тут все сейчас зависим от Китая, что мы теперь привязываемся к Китаю, Китай нас всех захватит. Так идите, захватите Китай, хотя бы кусочек его промышленности. Я, конечно, шучу. Да, Алексей Александрович, если серьезно, и Китай, государство не против, а скорее за вот таких вот инвестиций, еще учитывая, что, конечно, приток иностранных инвестиций сократился колоссально, там отток идет. То есть, в принципе, сегодня можно прийти и купить как раз вот такое вот передовое промышленное предприятие. Конечно. Во-первых, многие предприятия являются частью торгов на IPO, то есть, они выходят на рынок, можно покупать стартапы. И ведь, я напомню, что такое покупка стартапа. Да не то, что вы пришли и, как иностранец, достали из кармана деньги и купили предприятие, сказали, вот все столы, стулья и мозги. Я вас тоже покупаю. Там есть, так называемые, раунды покупки. Есть такой раунд, ну, инвесторы это хорошо знают, так называемые, раунд посевной, когда вот какие-то люди только-только объявили, что есть гениальная идея. Тут же мы в них вкладываем немножечко, там, может быть, 100 тысяч долларов, может быть, 500 тысяч долларов. Ну, естественно, в юанях. Они раскрутились. Потом идет раунд А, Б, С. То есть, чем выше раунд, тем вот А, Б – это как раз раунды, когда предприятие уже имеет промышленные опытные образцы, и его можно покупать. И вот тогда крупные инвесторы, и не самые крупные вот эти венчурные инвесторы-то как раз, они бегают по Китаю и начинают скупать активы. Долгое время этим занимались не какие-то там враги американцы, а этим занимались вполне известный Катарский фонд, занимался этим Ситибанк, точнее, инвестиционная группа при Ситибанке. И россиянам тоже не запрещено. Более того, если вы хотите просто, например, сейчас сделать свое фармпроизводство в Китае, есть же целый ряд компаний китайских, не очень успешных по разным причинам, недофинансируемых, потому что китайцы тоже не все гении в бизнесе, но у них есть лицензии, вы приходите, покупаете эту компанию с лицензиями и начинаете делать что-то свое. Это не значит, что на китайском рынке станет проще вам работать, но вы будете иметь свою точку опоры. Еще раз, я не призываю брать и там скобом бросаться в Китай на всякие разные непонятные для вас проекты, но вы подумайте, может быть, имеет смысл, отколи есть такие супер возможности, может быть, имеет смысл и это рассмотреть. Потому что нам надо готовиться не к следующему году, не к за следующему. Нам надо готовиться, вот опять-таки, к такому 30-му году, когда в Китае заметно, может быть, уменьшатся закупки из России нефти, газа, когда уменьшится потребность, потому что Китай перестраивает свою экономику. А вообще, напомню, что падение ВВП, это чаще всего падение производства и, как средство, уменьшение потребности в электроресурсы, энергоресурсы. Ну и тем более, что китайцы столько вкладывают в возобновляемые источники энергии, что всем остальным позавидовать, а нам и заботятся по этому поводу. Именно. Поэтому многие вещи, которые сегодня работают, за счет чего растет торговля, не факт, что они будут работать завтра. И, например, даже если мы серьезно нарастим продажи агропродукции, но с 5-5 миллиардов вырастим, скажем, вырастет до 10 миллиардов. Это хорошо для российских компаний, но это мелочь, это мизер, когда я не помню сейчас, сколько Китай закупает вообще агропродовольствие, по-моему, там на 85, что ли, миллиардов. Ну, гигантские суммы вообще в мире. Поэтому нам нужно искать новые форматы. Ведь что произошло с Китаем-то самим? Китай тоже очень супер активно развивался внутри страны, до 2000 это было там 10-го года, но стало понятно, что невозможно обеспечить устойчивость и роста, пока вы что-то производите внутри страны и уже с этой продукции выходите наружу страны. Вам надо какие-то новые инициативы. Вот тогда Китай пошел вовне, это знаменитая китайская политика «идем вовне», и именно тогда Китай стал в основном с 2009-10-х годов покупать различные ресурсы. Некоторые удачно, некоторые очень неудачно. Масса провалов Китая в Африке, с которым, кстати говоря, Китай сейчас проводит форум «Китай-Африка». Прямо сразу после российского форума «Россия-Африка». Но Китай начал инвестировать в другие горизонты. И, судя по всему, инвестирует в целом неплохо. Хотя, черт говоря, есть провалы. Так, может быть, и Россия, которая оттянула огромные капиталы Запада, ну, те, кто успел, тот оттянул, может быть, имеет смысл и туда идти, в Китай. Вот когда мы сейчас проводили, опять-таки, форум «Россия-Африка», правильный форум, на мой взгляд, хотя многие его критикуют, но нам нужно расширять хотя бы имиджевые контакты. Но мы же понимаем, что работа с Африкой, вот когда вы в реальности попытаетесь зайти в Африку как инвестор, это огромная головная боль. Если у вас нет гигантского опыта, огромных связей и масса авантюризма, с Африкой работать будет сложно. Но в Китае, Китай более прозрачен. И в этом плане, если у вас деньги, почему не заходить именно туда, где создаются вот эти вот налоговые гавани? Вот здесь нам надо принципиально перестраивать сейчас подходы. Вот мы правильно начали с очень больной темы, с темы территориальной, потому что она где-то внутри китайцев, внутри китайского сознания она живет. Это не очень хорошо, не очень для нас приятно. Но не скажу, что все китайцы разделяют вот прямо такое желание отхватить куски территории. Нет, но если есть возможность отхватить куски экономики Китая, я тут с вами солидарен, надо это делать. А можно ли отхватить куски территории Индии? Давайте в следующий раз поговорим. Спасибо большое. Алексей Маслов был с нами на связи. Восточная шкатулка.